Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Первый этап ярмарки предполагает различные мастер-классы. Творческие, интеллектуальные, психологические. Ярмарка семейных традиций прошла в Доме детского творчества. Мне кажется, что это как-то очень необычно, потому что в музее все время многие говорят, что скучно. А тут такое представление, и люди заходят, и они не просто смотрят на экспонаты, а смотрят на людей. Ночь музеев в Азове. Это была очень давняя задумка. Очень долго и давно хотелось совместить эти искусства, живопись, музыку и вино в одном стакане, как говорят. Азовский андеграунд в Кантине. В Азовской центральной городской больнице увеличилось количество уникальных операций, проводимых в сердечно-сосудистом центре. Отделение оснащено ангиографическим комплексом, соответствующим мировым стандартам в оказании высококвалифицированной помощи. Новейшее оборудование одно из лучших в области и позволяет спасать жизни многим пациентам. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Заведующий сосудистым центром Анатолий Орлов работает в центральной городской больнице Азова чуть больше года. Но за это время смог помочь большому количеству пациентов. Помимо проводимых операций, доктор передает уникальный опыт своим коллегам. Доктор Орлов – это человек, который стоял у истоков рентген-эндоваскулярной хирургии в Ростовской области. То есть при его участии проводились первые операции на сосудах, внутри сосудов. Тогда и техника была не то что поскромнее, а на зачаточном таком этапе сейчас эта техника шагнула далеко вперед. Изображения стали более четкими, ну и так далее и тому подобное. С приходом в больницу Анатолия Орлова число операций увеличилось почти вдвое. Каждая из них продлевает или спасает жизнь человеку. Большую роль играет мастерство и желание помогать людям. Самый современный на сегодняшний день ангиографический комплекс позволяет проводить весь спектр внутрисосудистых операций, в том числе ангиопластику и стентирование коронарных артерий. За это время нам удалось несколько увеличить раз в два количество выполняемых операций, связанных с нарушением коронарной проходимости у больных. Если в 2016 году в среднем выполнялось 160-170 операций, то в 2017 году было выполнено 300, почти 300. Мы освоили новый метод оказания помощи больных заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это имплантация электрокардиостимуляторов, тоже, как правило, с очень хорошим результатом. И в этом году, в общем-то, тоже мы выполняем пока определенные планы Министерства здравоохранения и администрации Азовского района по оказанию высокотехнологичной помощи больным районам. Но надеемся, что эта помощь будет увеличиваться с годами. Самое главное при сердечно-сосудистых заболеваниях – это своевременное обращение к врачам. В некоторых случаях счет идет буквально на минуты. Человеку необходимо экстренно пройти обследование, чтобы сохранить свою жизнь. И именно благодаря своевременному оказанию помощи, в данном случае выполнению коронарографии и стентирования, этих больных удается вернуть жизни. И таких больных, ну, в году, где-то, наверное, 5-6 человек, где результат без данного вида вмешательства был бы однозначно отрицательным. К сожалению, это происходит не всегда. Иногда они погибают, больные, непосредственно перед входом в больницу, потому что время, отведенное для оказания эффективной помощи, было упущено или из-за поздней обращаемости, или неадекватной оценки своего состояния, что, собственно говоря, является одним и тем же. Это нас, конечно, не радует. Мы проводим профилактическую беседу и с пациентами, работаем в поликлинике с докторами. Но, увы, эффект пока от этого есть, но он, очевидно, совершенно недостаточный. Сегодня сложные операции в сосудистом центре проводятся за счет выделяемых бюджетом средств. Хотя раньше больные сами их оплачивали, но из-за высокой стоимости инструментария сумма была не каждому под силу. Таким образом, с появлением нового заведующего сосудистым центром в городе появилась современная аппаратура и профессионалы, которые способны виртуозно работать. Валентина Сираж, Никита Зинченко, Александр Истомин, Азов.Инфо. В минувшие выходные в Доме детского творчества состоялась ярмарка семейных традиций. Ее главная цель – активизация работы по семейному жизнеустройству сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, популяризация временной передачи воспитанников в семьи, граждан, выходные и праздничные дни, а также расширение спектра услуг по сопровождению замещающих семей. Ярмарка семейных традиций прошла в Доме детского творчества, организованной Азовским центром помощи детям. Первый этап ярмарки предполагает различные мастер-классы творческие, интеллектуальные, психологические и консультации специалистов. А второй этап – это концертная программа, созданная усилиями детей из замещающих семей и воспитанниками центра. Официальная часть мероприятия была посвящена награждению семьи дипломами и грамотами за достойное воспитание. И неважно, сколько здесь есть в семье, главное, чем она живет и дышит, какие ценности передает подрастающему поколению. Сегодня мы награждали, чествовали и награждали семьи, семьи замещающие, и семьи опекунов, тех людей, которые взяли на воспитание детей. Мы им очень благодарны за достойное воспитание, желаем им всего самого хорошего, замечательного, чтобы таких семей в нашем городе все время было больше, больше, ну а наши дети были самыми счастливыми. На мероприятие были приглашены семьи с приемными детьми и семьи, кто хотел бы усыновить детей. Для желающих взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, были проведены консультации специалистов органам опеки города Азова и Азовского района, медиков, психологов и юристов. А для детей подготовили шоу, мыльных пузырей и мастер-класс по оригаме. Многие семьи увлечены рукоделием и по-разному создают настоящее произведение декоративно-прикладного искусства. Этому мастерству обучают своих детей и проводят мастер-классы. Это вся наша большая семья, все вот мои девочки, и мы вот любим вышивать, и в основном вечерами мы вышиваем этими ленточками. Нам очень нравится в жизни, я думаю, им все пригодится. Концертная программа завершила большое мероприятие. Практически все дети выступили на сцене, каждому предоставили возможность показать свой талант. Но и здесь не обошлось без сюрприза. Им стала песня об Азове. Тысячу лет, тысячу бед, ты отстоял, глядя им след. Даже когда тебя били и жгли, доном лечил раны свои. И даже когда били и жгли, доном лечил раны свои. Людмила Улихина, Валенцин Сыраж, Юрий Друзякин. Азов, Винтон. Сегодня отменили очередное заседание суда по уголовному делу в отношении депутата городской думы Валерия Бессмертного. Как сообщили представители городского суда, накануне обвиняемый в связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован. Напомним, что Валерия Бессмертного, как руководителя строительной компании ДСК, обвиняют в незаконных действиях, связанных с обманом дольщиков дома по улице Инзинской, 13-Б. В строительство многоэтажки азовчане вложили десятки миллионов рублей. Пока мерой пресечения для депутата выбран домашний арест. А пострадавшие дольщики дают показания. Депутат Азовской городской думы, он еще и таким им является, значит, на него возбуждено уголовное дело, вот, но решение суда и приговора ему пока еще не вынесено. Вот, ведется судебное разбирательство, вот, наш, с нас дольщиков и, ну, вообще всех участников этого процесса вызывают в суд в Азовский для дачи показаний. Вот в суде задаются такие вопросы, казалось бы, на которые ответы нам уже давно были известны. Как, ну, какие у вас есть претензии конкретно к этому застройщику, или что вас конкретно не устраивает, или почему вы обращались в правоохранительные органы по этому вопросу. Ну, дело же очень такое прозрачное, что вложили деньги в старевое строительство, сроки все прошли с дачи дома. Деньги, которые собрали дольщики, это, ну, более, там, 70 миллионов рублей. И куда они пропали, и кто за это должен нести ответственность, я думаю, всем известно. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Оптовые дни в ТУТСИ продолжаются. Огромный выбор товаров для детей. Велосипеды, самокаты, ролики и скейты. А для малышей вы всегда найдете ходунки, коляски и электротранспорт. Спешите! Весь май оптовые цены на все. Внимание, мы переехали. Ждем вас по адресу Переулок Социалистический, 53. Все лучшее детям. Все лучшее в ТУТСИ. Команда депутата Станислава Потакова принимает обращение граждан города Азова и Азовского района по адресу улица Комсомольская, 4, офис 1А. С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов. Перерыв с 12 до 13. Проблемы легче решать вместе. Магазин «Семья» – это огромный ассортимент товаров для взрослых и детей. Одежда, обувь, постельное белье, сумки и чемоданы. В продажу поступили купальники и пляжные аксессуары. Наши цены вас порадуют. Ждем вас по адресу город Азов, проспект Зойко-Смодемьянская, 54, торговый центр «Калибри». Второй этаж ежедневно с 9 до 19 часов. Магазин «Семья». Все для вас и ваших близких. Благодарим за ожидания. Продолжим выпуск. В акции «Ночь музеев», которая состоялась в Азове, приняли участие более 500 человек. В этом году театрализованное представление было посвящено солнцу и тайнам мироздания. Подробности в сюжете. 19 мая в Азовском музее-заповеднике состоялась ставшая традиционная вечерняя театрализованная интерактивная программа, приуроченная к Международному дню музеев. В этом году темой многогранного исследования сотрудников музея стало солнце. Символы, священные предметы религиозных культов, мифология, астрономия, алхимия, интересные эпизоды истории связаны с главным светилом. В каждом зале были представлены захватывающие моменты, связанные с ожившей в образах истории. Я раньше вообще ни разу в таком не участвовала, и тут, когда пришла в театр, я впервые в таком поучаствовала. Мне кажется, что это как-то очень необычно, потому что в музее все время многие говорят, что скучно, а тут такое представление, и люди заходят, и они не просто смотрят на экспонаты, а смотрят на людей, которые представляют эти экспонаты и передают какую-то историю. Вы знаете, мы находимся сейчас в зале степной аристократии, и окунуться в эту атмосферу роскоши и красоты тех времен, это очень замечательный опыт, и нам очень повезло за то, что нас пригласили здесь поучаствовать. Благодаря актерам театра Кулшоу посетители смогли совершить виртуальное путешествие во времени и пространстве, побывать в Древнем Египте и Античной Греции, в гостях у воинственных викингов и Поднебесной, в лаборатории алхимика и обсерватории Николая Коперника, в Королевском театре Людовика XIV и в квартире знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Всего программу «Солнце. Тайны мироздания» посетили более 500 человек. Каждый воспринимал новую для кого-то старую информацию по-разному. Однако история в лицах, в оживших детализованных миниатюрах, стала интригой и пришлась по душе всем посетителям. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. В минувшую субботу стартовал долгосрочный проект «Андеграунд» в Кантине. Приглашенным была представлена возможность познакомиться с творчеством азовского музыканта и художника Владимира Прядьева, а также продегустировать продукцию фермерского хозяйства «Кантина». Подробности у Татьяны Иваченко. Это была очень давняя задумка. Очень долго и давно хотелось совместить эти искусства, живопись, музыку и вино в одном стакане, как говорят. И при этом вытащить действительно реальную, настоящую музыку, настоящие таланты, которые у нас в городе Азове, к сожалению, не востребованы, не пользуются какой-то там милостью наших культурных вождей и так далее, то есть «Андеграунд». Я думаю, здесь будет хорошо, потому что легкое вино, если хороший сыр при этом, и хорошие люди, все это уже триада, это дает такой букет. В зале винодельни «Кантина» действительно образовалась непринужденная дружеская атмосфера, которую создавали музыка и уникальные картины Владимира Прядьева. Свою роль сыграло и гастрономическое наслаждение, испытанное гостями в процессе дегустации белых и красных вин, производства «Кантины». Виноделы Никита Скляров и Иван Бурдинский рассказали об особенностях каждого сорта и раскрыли некоторые секреты технологии. Надо сказать, что несмотря на молодость, за плечами у виноделов «Кантины» немалый производственный опыт, а также стажировки в Швейцарии и Германии. Нам надо учиться, ребята. Культура потребления алкоголя в нашей стране так забита пивом и водкой, так затюкана всей этой дрянью, которую мы потребляем, что нам очень многое надо еще всем сообщать, делать для того, чтобы люди... Вот человек, когда понимает, начинает понимать вино, он уже с него не слазит. Он человеком становится, он возвращается в мир приличных людей буквально. Это очень хорошо, очень замечательно. Очень приятно, что все в одном месте собрали такое, как сочетание, грубо говоря. И мы можем посмотреть и картины, можем послушать музыку, можем посидеть, пообщаться, послушать что-то для себя новое, узнать интересное, попробовать вино. Многие гости отметили, что в Азове давно назрела сама идея, положенная в основании проекта «Андеграунд в Кантине». Ну, потому что оно освещает с разных сторон просто жизнь. С одной стороны искусство, с другой стороны какая-то роскошь, вот именно дегустация такой вот, гурманство какое-то. И взаимодополнение идет. И это интересно очень. Ну, все нравится, очень все живое. Вот как вино живое, так и все общение здесь происходящее тоже очень живое. Не секрет, что в нашем городе очень много талантливых людей, у которых нет площадки, где они могли бы представить свое творчество публике. Точнее сказать, не было до 19 мая, пока в Азовской винодельне не начал действовать проект «Андеграунд в Кантине». Каждую субботу в 7 часов вечера мы ждем здесь гостей. Предварительная запись все же, пожалуйста, необходима. Это по телефону 8-928-123-9750. Пожалуйста, звоните, записывайтесь, потому что количество мест очень, в общем-то, ограничено. Вход платный, поскольку надо музыкантов нам поддерживать каким угодно способом. Так что, дорогие друзья, вот так. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6-15-54. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. 22 мая облачно с прояснениями. Температура днем плюс 26-28 градусов. Температура ночью плюс 17-19. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. Влажность воздуха 63%. Уровень воды в реке Донна на 107 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 24 градуса. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин